Благотворительный проект «Полёт бабочки» продолжает раскрывать крылья. Ребята из детского дома «Радуга» за месяц с небольшим научились работать в программе для графического дизайна. Теперь с помощью лазерного принтера они могут напечатать оригинальную галстук-бабочку с авторским рисунком. Мне нравится тем, что я научился. То, что мы сначала делали на компьютере, это всё. Рисовали там. Рисовали там внутри бабочки. А потом это всё вырабатывалось на станке, выжигалось. Чтобы познакомить юных дизайнеров со всем многообразием технического творчества, кураторы проекта пригласили их на первый в Иванове технофестиваль. Так сказать, на других посмотреть и себя показать. А показать есть что. Несколько десятков компьютерных макетов уже превратились в аккуратные новогодние и цирковые аксессуары. Ребята научились у нас уже конструировать какие-либо свои модели. И вот даже на этот новый год мы уже украсили новогоднюю ёлку с помощью вот этих деревянных бабочек, игрушек. Получилось очень красиво. Для проекта было отобрано 25 ребят, оставшихся без попечения родителей. Работа на современном оборудовании для них не только занимательная игра, но и задел на будущее. Возможно, кто-то из них захочет и дальше развиваться в этом направлении. Организаторы отмечают, что из всех осталось 5 наиболее заинтересованных. Я думаю, что они смогут продолжить обучение в дальнейшем у нас. Здесь всё зависит уже от их инициативы. Если они захотят рисовать что-то и производить что-то, то мы готовы предоставить им своё оборудование. На технофестиваль кураторы проекта «Полёт бабочки» привезли аналог лазерного станка, на котором работали дети. Всем желающим показывали его в действии. Работа на станке довольно-таки проста. Всё, что нам требуется, это создать макет, после этого загрузить его в станок. И дальше нам нужно всего лишь выбрать материал и нажать одну кнопку, чтобы, собственно говоря, изделие было готово. Сейчас мы используем не фанеру, как это мы делаем для бабочек, сейчас мы используем картон, чтобы было меньше запаха. Соответственно, мы кладём этот материал в станок и нажимаем кнопку «Стар». Деньги на обучение ребят выделил благотворительный фонд «Доброе дело» и департамент внутренней политики региона. Организаторы не планируют останавливаться на достигнутом и хотят продолжить знакомить юных ивановцев с техническим творчеством уже в новом 2018 году. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ «Иваново». РТВ «Иваново».